всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня снова начинают домашний влог конечно же как вы еще мы можем снимать последнее время только домашние влоги и потому что находимся дома никуда не ходим и с одной стороны это хорошо но конечно честно признаю что уже немножко поднадоело сидеть дома хочется куда-нибудь сходить с детками ну ничего страшного я думаю что мы все это переживем и все у нас будет хорошо отлично еще успеем нагуляться много-много-много к тем очень с вами сняла немножечко своей тренировки на самом деле конечно тренируюсь я у меня в идеале каждый день это мой идеал прям но по факту получается раза в два дня раз в три дня то есть два-три раза в неделю где-то примерно так все-таки стараюсь у ту неделю вообще про халявила всего два раза позанималась а сейчас эту неделю собираюсь прям прям боевой настрой меня сейчас хочу сделать маску немножко прибрать застелить кровать в общем как обычно завтраком я уже накормила свои хотела заснять что готова на завтрак такое блюдо я наверное из детства ну лично у меня это такие гренки и сладкие гренки да они называются это просто батон обычный в воде сладкой воде обваливаете обжариваете вот но пока я жарила у меня все слабли вообще не всегда такая цена если вы жар блины допустим пока я жарю уже у меня все успевает позавтракать обычно так оно бывает муж у меня ушел на работу вот но обещал обещал на пару часов но обычно это у него на пару часов это значит на полдня как минимум а вот еще у меня по плану обед приготовить и сейчас правда на обед у меня опять хотят суп с чечевицы я не за они его любят обожают и постоянно просит чтобы я его готовила в общем как обычно суп с чечевицы у меня сегодня еще в 11 часов у нас первое занятие с учительницей онлайн хотя сейчас как бы ну выходные официальные да но учительница учились очень переживает что дети отвыкнуты от учебы поэтому решила выходить два раза в день ну как бы онлайн урок она будет вести в 11 часов в три часа так что не знаю как мы сегодня с прогулкой вот и у нас сегодня очень такое классное солнце на бред минус 3 мороз в общем сейчас буду делать масочку вот такой вот с авокадо заказывала сахер практически она у меня заканчивается очень сильно мне нравится я уже умылась так там выглядит конечно не очень ну и пока буду там застилать кровать со стола иногда кстати бывает такое что я только на этом тренажере позанимаюсь но тогда побольше минут обычно я на нем сейчас 10 минут обычно минут 15-20 но в этом случае я себе что-то включаю либо какую-нибудь музыку либо не знаю что-нибудь каком-нибудь видосик может на ютубе что-то youtube все про коронавирус про коронавирус еще он мне кажется глючит немножко потому что я смотрю что я опять не сразу увижу ваши комментарии нам писала что связи с ситуацией такой у него там меньше общем на работу мало кто ходит у него у ютуба поэтому поэтому вот какие-то сложности вот и плюс у меня почему-то не открывается вкладка рекомендованный обычно оттуда смотрела всякие видосики там бывает что-то про приготовление этой пищи да я же обычно люблю там поискать какие-нибудь рецепты там тоже бывает не упадает или вообще что-нибудь там не знаю а сейчас почему-то не работает у меня эта вкладка на ютубе но рекомендованные на где по тому какие видео вы смотрите вам такие рекомендуют в общем почему-то не знаю что-то у нее случилось этой вкладкой сейчас хожу в душ сейчас после тренировки себя хожу в душ очень классно так что вот такая вот я красотуля ой сегодня еще волосы буду убирать я вчера вечером девочки знаете вот что за дурацкая привычка у меня вообще я не могу это же просто какой-то кошмар на ночь мыть волосы с учетом того что они у меня длинные я ложусь спать с мокрыми волосами даже не с влажными с мокрыми и с утра я встаю них не расчесать вот как от себя убить эту привычку в себе я не знаю вот сегодня встала у меня вообще кошмар короче какой-то но сегодня уже голову мыть не буду просто их уберу вот завтра с утра уже помою надо еще покраситься ну вот так что то еще пойду немножко приберусь так ну что девочки сходила в душ и после душа я всегда обязательно после занятий спортом потом иду в душ и не потом делаю себе массаж массаж вообще девочки это наше все реально он очень хорошо приводит кожу в порядок я вам по-моему не показывал или показывал уже не помню это я заказывала с iherb вот эту вот щетку от эко тулус вообще для с хоу массажа да вообще подобные щетки они же дорого стоят тысячу там чем-то или что-то в этом духе как бы не хотела тратить столько денег тем более никогда не пробовала в общем заказала на и вот эту и мир это просто вещь а на самом деле когда она только ко мне пришла она была такая прям ну для меня лично прямо жесткая да и ну я потихонечку начала пользоваться сейчас она стала мягкая ну для меня или кожа привыкла вообще многие пишут что ее нужно можно в горячего горячую воду опустить и она тогда станет более мягкой если вам слишком жестко но в общем это просто бомба это реально бомба единственно что да у нее нет ручки и вы как бы вот рукой но она очень хорошо удобно ложится в руку и массируется то есть можно и ручки я массирую и ножки и ступни я начинаю массировать просто такими круговыми движениями снизу от ступни и уже выше там бедра годится живот и так далее вот очень классно потом обычно наношу крем сейчас у меня такой вот марки биаталь очень мне нравится там чуть-чуть у меня осталось буквально на один раз нравится классный и массирую вот это я заказывала с алиэкспресс давно давно у меня массажер для лица вот вы видите у меня весь в креме я обычно после того как нанесу крем прохожусь вот этим вот по бедрам ягодицам очень классно тоже массирует и кожа прямо вообще вообще так что девочки очень вам советуем для тех у кого нет времени я очень советую вам ну кто работает да мне очень часто такое пишут что наташа вот но как бы это все конечно хорошо на вечером просто приползаю еле приползаю тем более у многих сейчас начнутся дачи огород и вообще ну как бы времени сил скажем так на себя уже не остается я очень вам советую завести вот какую-либо жесткую мочалку вообще выбросите все вот эти мочалки для которой гели для душа я их обычно использую если допустим жарко или просто я с утра хорошо позанималась своей кожи вечером просто принимаю душ до тогда я использую в основном я мой всегда жесткими мочалками вот эту fix price и я купила очень мне понравилось единственное что я так понимаю она недолговечная мне немножко еще влажная здесь вот сейчас тоже принимала с ней душ но она такая немножко мне кажется расползется скоро но она прямо жесткая она прямо вот моет кожа краснеет прям даже не надо прилагать никаких усилий просто вечером вы же все равно идете в душ идете чистить зубы я не знаю мыть волосы и так далее да возьмите жесткая мочалка вот один раз разотритесь вылезли из душа на влажную кожу или масло или какой-то крем и все я не скажу что этого будет достаточно но хотя бы вот такой минимум с жесткой мочалкой вы увидите как кожа будет с каждым разом все лучше и лучше если у вас нет времени на скрабирование на массаже и так далее нет сил скажем так на это все то хотя бы заведите себе жесткую мочалку вы увидите что кожа станет намного намного лучше но вот это из fix price и мне очень понравилось я вот закончится скажем так закончится каникулы я обязательно съезжу fix price и куплю себе еще одну она очень классно она вот такая видите длинная то есть можно взять вот так вот за концы до спинить мыло или гель для душа за концы хорошенечко промассировать спину ягодицы тоже в общем очень классно мне очень понравилась вот эта мочалочка до этого я любила рукавички такие но вот это еще жестче чем рукавички то есть но классно мне очень нравится так что девочки готовимся к лету у меня сыночек уже позанимался час они где-то занимались русские математика у него был там всякие задания выполнял онлайн скажем так вот учительница это все может отследить вот я привожу себя в порядок и сейчас сварила два супчика 21 муж мне обещал приехать к обеду но конечно же он не приедет я не надеялась если честно на суп на всякий случай сварила сварила солянку но солянку из того что было скажем так у меня нет оливок и я решила не пойду в магазин ради каких-то оливок в общем ладно сварить сварила как как есть скажем так и второй суп это суп из чечевицы мне на этот раз была красная чечевица там немножко оставалась смесь из чечевицы в общем все вместе сейчас покажу я уже тут всю плиту испачкала как всегда я всегда когда готовлю все мне вот это у меня это у меня суп из чечевицы ну так разварилась получилось почти как суп пюре такой вот это деткам они будут кушать здесь у меня вот как раз солянка у меня здесь говядина свинина я еще добросила сюда немножечко с ним немножко сосисок вот так что такой легенький вариант скажем так это нам с мужем у меня дети такой . не едят еще попутно отварила рис сейчас я его хочу сделать салат с крабовыми палочками немножечко с тем отварила остатки риса чтобы новую пачку нет к не хотелось открывать поэтому решила вот так сейчас еще буду делать салатом и вначале пообедаем но пока мама тут готовила дети у меня вон сейчас творили да вот такой домик да это у них окошко стороны вход до стороны вот у них дверь да там подушки вот такой у них дом у нас девочки пошел снежок представляете не знаю видно вам или нет такой мелкий мелкий все заволокло тучами наверно сейчас крупный пойдет снежок а у меня тут цветочки мои цветочки эти распустились и один вот этот желтый у меня тоже было его очень много он ведь снежок капает капает идет не было много вот таких осталось всего один желтый это все код мне накопал тут такие цветочки закрылись потому что такие красиво вот эти синенькие крокус они по называются в общем не помню как розы тоже уже начала распускаться а на улице 0 градусов ужас что девочки вот такой у меня получился салатик с крабовыми палочками свежий огурчик рис кукуруза сами крабовые палочки немножечко репчатого лучка я положила чуть-чуть совсем и ну майонеза постаралась немножко вот такой вот у меня получился очень вкусный сейчас поставлю в холодильник это нам будет на ужин также у меня со вчерашнего дня еще оставались котлеты вот так что он будет салатик с котлетками как раз супер дети не знаю будут не будут но у меня если что для детей есть еще макарошки отваренные так что макароны и гречи кстати да немножко есть вот так что так что вот такой у нас быть сегодня ужин еще сейчас быстренько сварила вот такой компотик здесь у меня всякие разные ягоды которые собирали тут и красная смородина и брусника и вот эта груша тоже замороженная и черника в общем и черная смородина в общем такой ягодный микс с грушкой в общем очень вкусненький такой но у меня не сильно сладкий я много сахара не кладу мне кастрюля большая но он у меня такой слегка сладкий здесь принципе все вот эти вот ягоды сами по себе сладкие поэтому вот такой у меня немножечко сладкий больше такой освежающий я переливаю в графинчик ставлю в холодильник и вот холодненький вообще очень вкусно и времени уже три часа так что мы пойдем еще второй раз заниматься снова на час плюс сегодня у нас сейчас еще нужно будет пройти какую-то олимпиаду полу математики также у нас сейчас скинула еще этот домашнее задание учительницы по английскому еще наша учительница там что-то сдала в общем вообще на самом деле время не просто ну вот просто вообще я не успеваю делать уроки сейчас он будет делать уроки как раз разберу белье вот пока он будет заниматься на младше наверно что-то у меня там на диване кемаре тоже вот наверное заснет сейчас так что побежали заниматься сейчас а я еще решила тут замутить шарлотку что давно не ели правда получилось мне немножко ее тесто такое густовато получилось но ничего страшного сейчас поставлю духовку и будет у нас к чаю такая шарлотка это у меня формочка оленя языке кстати прикольно ну и конечно же тут у нас тряже порядка скажем так моя подруга лежит скажи хозяйка уйди с кухни уже невозможно этого терпеть до бона же просто я не высыпаюсь скажи днем она бы даже всегда когда я на кухне она всегда тоже лежит здесь вот да скажи не могу я с тобой больше жить уйди солнышко сейчас выглянуло хорошо у меня также кто-то спрашивал если у нее свое место нет девочки как такового вот лежанки нет она не лежит в ней нас уже было и что я только не стелила ей нет она спит либо вот так на полу здесь теплый пол либо около входной двери либо вот на этом ковре вот она спит вот на первом этаже или куда-нибудь уходят чтобы не мешали поспать но чаще она спит вот так вот на кухне потому что если на кухне кто-то есть то она на страже порядка ну-то ночью спит здесь вот на этом ковре так что не хорошо вот атака у нее корзинка была или жалко у меня был мягкий и чего только не было нет и она не любит и мы не разрешаем ей на диванах спать вот но она вообще у нас не прыгает ни на какие диваны потому что ну потому что ходит на улице уличная собака и она в день может раз я не знаю 20 выйти на улицу летом так вообще двери постоянно открыты и поэтому мы приняли решение что мы не будем пускать не на кровать не на диван не на кресло никуда вот но она сама кстати и не просится с самого детства она постоянно вот так вот спит на полу вот достала ты тут на кухне тусить уже уйди ждет пока тот мой пирог будет готовиться вкусно будет пахнуть поэтому она лежит тут рядышком сейчас у меня муж приехал с работы на час раньше девочки не к обеду как обещал ну ладно зашел в магазин у нас закончилась молоком купил молока потому что я блины тут пекла детям не только детям мужу тоже купил еще сосиски он прошла же купил много сосисок я их заморозила он под почему-то подумал что они у нас все закончились и взял еще сосиски ну то что я говорила как-то он страстью все время жарит яичницу с чем-нибудь с колбасками там сосисками и так далее вот поэтому купил пачку ну ладно те у меня так и останутся пусть на черный день скажем так а эти будут есть сейчас такие вот печенье сарить какую-то очень-очень аппетитно 157 рублей еще 81 рубль вот такие вот печеньки вкусные а также еще батон взял и вот такую вот колбаску все девочки протираю все упаковки вот этими антибактериальными салфетками но все все то что муж принес муж такой говорит что не паникую щебру нет не паникую ну да главное с улыбкой все протирать вы делаете так напишите или одна я такая сумасшедшая я кстати еще полы мою с частином так что да каждый день и вот такой пирог у меня получился посыпал еще сверху сахарной пудрой я сахара немного в тесто клала на сейчас подостынет и будем тоже пить чай с такой вкуснятиной сейчас такое солнышко вышло снова опять снова опять то было всего тучами заволокло и снег даже шоу но такой мелкий снег но все равно такой как в югой небольшой вот так что сейчас пойдем сыночком делать английский и дальше еще олимпиаду по математике нам пройти чем кошмар вот но в общем на сегодня буду с вами прощаться я надеюсь вам понравилось такое видео оно было для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал ставьте пальчики вверх мне это очень приятно всех люблю целую до новых встреч